Далее слово представителю Соединенного Королевства. 70 лет тому назад устав ООН обозначил три основные составляющие работы властность, права человека и развитие. С 1945 года эти основные направления служили рамками в работе Совета Безопасности в решении тех задач, которые наши предшественники даже не могли себе представить. Но эти три основные направления важны и сегодня. Это свидетельствует о том, что они ценны в долгосрочном порядке. Господин председатель, межгосударственный конфликт, угроза международного мира и безопасности как незаконная аннексия России, Крыма и дестабилизация Востока и Украины продемонстрировали, но угрозы более не ограничиваются спорами между государством, как изначально предполагали основатели ООН. Угрозы существуют сегодня независимо от границы, в глубинных этнических и межконфессиональных разделах, в насильственных действиях негосударственных субъектов и террористов, когда правительство не соблюдает верховенство права и пренебрегает правами человека своих граждан. Эти угрозы сегодня подрывают суверенитет государства. Причем прежде мы подобного не наблюдали. Если это оставить без изменений, то законные требования быстро вырастают в насилии и беспорядок. Мы должны признать, что превентивные действия и поддержка со стороны Совета могут подкрепить суверенитет и помочь Совету странам, точнее, в решении этих вопросов. Мы должны использовать весь наш инструментарий для того, чтобы этого добиться. Миротворчество – один из таких инструментов, и это прекрасный пример того, сколь гибок Совет в выполнении Устава. В Уставе миротворчество не упоминается, но сегодня более 120 тысяч военных и гражданских лиц стоят на службе мира и защищают мир на четырех континентах. Многие в партнерстве с Африканским союзом, Европейским союзом. В этом году у нас возможность для того, чтобы улучшить процесс миротворчества ООН. Обзор ОПМ изучит вопрос защиты гражданского населения, включая более оптимальную защиту от сексуального насилия. Это год 15-й годовщины резолюции 1325 «Женщины миробезопасности». Мы должны признать то, сколь непропорционально конфликт сказывается на женщинах. Нужно отметить важную роль женщины в процессе миростроительства. Господин председатель, за прошедшие 70 лет, как отмечал генсекретарь, соблюдение прав человека становилось все более важным, центральным элементом в деле поддержания международного миробезопасности. В прошлом году резолюция 2171 подтвердила, что нарушения прав человека и злоупотребления могут быть ранними признаками появления эскалации конфликта. Мы обращаем взоры в следующие 70 лет, и мы должны по-новому посмотреть на концепцию международной безопасности, где было бы признано, что права человека – это неотъемлемая составляющая работы Совета в предотвращении конфликта. Если этого не сделать, то можно увидеть, что произойдет на улицах Алеппо, в лагере Ермук и в появлении ИГИЛ, когда отдельных государств не могут обеспечить человека. В опасности целая страна, в опасности конфликта и угрозы существуют для международного миробезопасности. В таких случаях устав совершенно четко гласит относительно ответственности Совета вмешиваться в тех случаях, когда вопросы обычно подпадали бы внутригосударственную юрисдикцию. Прекращение безнаказанности с нарушением прав человека и злоупотребления – это также особо важно для того, чтобы добиться примирения среди населения и содействовать прекращению споров. Никто не может стоять выше закона. Международные уголовные суды, международные суды – сыграть очень важную роль. Соединенное Королевство давно признает обязательную юрисдикцию международного суда. Мы единственный постоянный член Совета, который делает это на постоянной основе. Настоятельно призываем и других последовать этому примеру. Господин председатель, у нас в этом году историческая возможность устранить первопричины бедности в рамках развития на период после 2015 года. Мы за повестку, которая не оставит никого позади, когда соблюдались бы равные права женщин и мужчин. Закрепление этих принципов и рамок может продвинуть вперед нашу работу по правам человека в долгосрочном плане, обеспечить справедливую и инклюзивную экономику и общество. Соединенное Королевство гордится тем, что 0,7% нашего внутреннего валового дохода мы направляем на помощь другим государствам. Единственная страна из группы 20, кто это делает. Как Дэвид Кэмерон, наш премьер-министр, отмечал, эта помощь направлена на то, чтобы подкрепить золотую нить развития. Это позволяет странам процветать и избегать конфликтов. Это позволяет создавать инклюзивные институции, открывать общество, открывать экономику и поддерживать верховенство права. Если этого не сделать, то опасность можно увидеть в событиях арабской весны, последствия которой по-прежнему идут в разрез с международным миром безопасности сегодняшнего дня. И в заключении хочу вспомнить слова бывшего генсекретаря Кофи Анана. Он говорил, цитирую, мы не добьемся безопасности без развития, и не будет развития без безопасности. Мы не придем ни одному, ни другому без соблюдения прав человека. Соединенное Королевство полностью поддерживает эти слова. Три основные составляющие устава, куда больше, чем каждая отдельная часть, они поддерживают друг друга. Одно содействует успеху в другом. Мы не можем отдельно избирать, какие направления, основные направления Совет будет поддерживать. Нельзя заниматься только лишь и одним, в ущерб остальным. Если поступить так, то мы тогда игнорируем уроки последних 70 лет, и это будет приглашением к новым конфликтам. Благодарю вас.